В предыдущем сюжете, снятом в Эстонии, я рассказывал о таллинских трамваях. Ссылка на видеоролик в правом верхнем углу экрана. А теперь я расскажу о железной дороге в Эстонии, а точнее о пассажирских перевозках. Большая часть железнодорожных линий не имеют электрификации, только 192 километра дороги в окрестностях Таллина оснащены контактной сетью. Ширина колеи 1524 миллиметра. Основный железнодорожный узел находится в эстонской столице, а ведущими операторами являются национальные компании Эйстерауте и Элрон. Последние занимаются обслуживанием пригородных электропоездов. В Эстонии нет поездов дальнего следования или ночных поездов со спальными местами. Все перевозки обеспечиваются исключительно дневными экспрессами. Потому на станции Таллин нет ни одного машиниста, который бы занимался маневровой работой. Единственный поезд, собранный из классных вагонов, это Таллин-Москва-РЖД. Для того, чтобы доставить его в зону отстоя, маневровым локомотивом управляет машинист того же локомотива, который привел пассажирский поезд на станцию. Один из самых длинных внутренних маршрутов – Таллин-Валга. Время в пути – 3 часа 20 минут. Его я покажу в следующем сюжете, а пока познакомимся с пригородными линиями и покатаемся в электропоезде «Штадлер-Флирт». В 14.40 из Сталина отправляется поезд до станции Айгвиду. Время в пути – 50 минут. Он идет со всеми остановками. Билет можно купить через интернет, в кассе или у кондуктора в поезде. В двух последних случаях поездка обойдется дороже. Так, билет по данному маршруту в кассе стоит 3,40 евро, а через интернет его можно купить по цене 2,89 евро. Итак, все маршруты на железной дороге в Эстонии обслуживают электропоезда «Штадлер» или дизельпоезда той же марки. Наша поездка будет проходить в электропоезде. Он состоит из трех секций. В каждой есть площадка с низким полом. Двери открываются нажатием кнопки как со стороны салона, так и снаружи. В поездах находятся автоматы по оплате проезда. Если у пассажира проездная карта, то ее нужно прикладывать к валидатору. Напомню, что кроме этого, во время рейса в поезде находится кондуктор, который продает и проверяет билеты. Туалет расположен в средней секции. Он предназначен для всех пассажиров, в том числе и с инвалидностью. Поэтому кабина уборной просторная, есть вакуумная система сбора отходов, вода в кране включается с помощью датчика движения, таким же образом запускается в работу сушилка для рук. На боковой панели есть пеленальный столик, который очень легко раскладывается. В каждом поезде имеется специальное место для провоза велосипедов. Теперь познакомимся с уровнями комфорта в вагонах поезда. Большая часть посадочных мест относится ко второму классу. Под небольшими столиками у окна есть по две розетки, сверху небольшие урны для мелкого мусора. В головной части поезда также размещается сектор с местами первого класса. Здесь сидения стоят только в два ряда, кресла более комфортные, чем во втором классе, а между ними есть длинный столик. Под ним тоже находятся розетки. Максимальная скорость движения поездов Штадлер 160 км в час, но установленная скорость движения по перегонам 120 км в час. Время поездки заметил одну особенность с зеркалами кабины. Когда поезд набирает большую скорость, они складываются и прислоняются к боковому окну. В целом поездка по маршруту Таллин-Айгвиду прошла по графику. Здесь, кстати, заканчивается электрифицированный участок дороги. Дальше все поезда в сторону станции Тара следуют на дизельной тяге. Пока ожидал отправления электрички обратно в Таллин, понаблюдал за движением поездов. Мимо проследовал грузовой поезд с двумя тепловозами. Это как раз те самые американские локомотивы БУ, которые сегодня обеспечивают доставку грузовых составов в Эстонии. Ими заменили на эстонской железной дороге практически все старые советские тепловозы. Напомню, что следующий сюжет будет о поездке из Сталина в Ригу. Вас ожидает знакомство с дизельными поездами Штадлер, небольшая экскурсия по городам Валка и Валга, а также поездка на модернизированном дизель-поезде латвийской железной дороги ДР1А. Продолжение следует...